И очень спасибо вам за внимание, наоборот, и наоборот. Мы веселы. И здорово себя приведем. Те, кто давно не видел, сейчас уже живут за жизнь и студенческие люди. Всем доброго здоровья, счастья и больших успехов. Войны, это я не первый раз, много его знаю, много его искусствов, знаменитый, настолько хорошо выиграл. Моя тема обозначена как проблема в теории безопасности, современной безопасности. Проблемное поле социологии. Вот это как означает, оно не случайно, потому что первым, это сам сосредоточен. И тут вокруг этого термина очень большие дискуссии. Я попытаюсь участвовать в этой дискуссии. тем более, что несколько лет уже, может быть даже десяток лет, при Совете Безопасности Российской Федерации существует научный совет. И я там возглавляю секции по внутренним угрозам безопасности. Вот, мы готовим, мы участвовали в разработке кооскопциях, национальной безопасности, военной доктрины. Ну и, как правило, эти сообщества, научные диспетки, которые, по сути дела, являются элементом гражданского общества, готовят выступления, готовят материалы к оперативным совещаниям, которые президент проводит почти каждую неделю по пятницу. Поэтому тема-то, ну как бы, на слуху. Ну, мне очень радостно, что я впервые присутствую на конференции, связанной с социологией безопасности, с сугубо гражданскими специалистами. Потому что, как правило, эти вопросы интересуют, занимают, прежде всего, и военные армии, специальные службы, органы внутренних дел, а вот цивильное общество, я сталкиваюсь с этим впервые. Наверное, это не случайно, потому что проблематика социологии безопасности, она приобретает достаточно широкий смысл, недостаточно. Мы же говорили долгие годы, и проблематика безопасности ограничивалась вопросами государственной безопасности или общественной безопасности, имея в виду ту часть внимания общественной безопасности, как то, чем занимается ВОЗ. государственной безопасности. Но с появлением и с развитием, и с всём большим развитием гражданского общества, возникают вопросы безопасности гражданского общества. И адекватное понимание вопросов безопасности гражданского общества, оно не всегда соответствует тем реальным, которым существует. Далее. Более 50, около 80% населения занято предпринимательской деятельностью у нас в стране. К чему относить вопросы предпринимательской деятельности или безопасности предпринимательской деятельности? Является ли она государственной элементами безопасности государства или это некая особая часть вопроса безопасности предпринимательской деятельности? Я, помимо всего прочего, ещё и являюсь научным руководителем высшей школы экономики. Мы создали институт проблем безопасности и создали факультативный курс «Безопасность предпринимательской деятельности». Ну что, мы будем тогда пытаться говорить о теории не государственной безопасности. Что такое «Безопасность предпринимательской деятельности»? Это вопрос, я задаю леторически, но это вопрос, который требует обсуждать. И действительно, когда я в Иркутске закончу с этим посажем по предпринимательской деятельности частной охранной деятельности, то законы они могут только жули, камаши, накалы и передают его государству. То есть они не имеют либо санкций. Когда государство получается неким таким обрамлением, формой, а содержательную работу и другие, ну, одним словом, вопросов много. Я, если в порядке, хочу отнести к основному перечню проблем социологией безопасности. Во-первых, правовые проблемы. Во-вторых, я остановлюсь на организационных проблемах. И в-третьих, проблема функциональных. Значит, что касается первого плохо проблем, второго. Вообще говоря, социология безопасности — это понятно, что это междисциплина. Дисциплина, которой занимаются многие науки, многие теории. Сразу могу сказать, что единого компонентивного аппарата, в отношении собственной теории безопасности, пока не выработана, ведутся споры и ангелы. И прежде всего, в выборовых проблемах. В отечественном законодательстве и в научной литературе не выработаны единый аппарат в сфере обеспечения безопасности. Это приводит к неоднозначному пониманию содержания различных дефиниций, в теории создают проблемы правоохранения практики. Например, закон о безопасности осматривает безопасность как состоятельность защищенности жизненно важных интересов и личности общества и государства. Это определение широко используется литературой, которая описывает проблемы безопасности, а также различные ее виды. Которые, эти виды, выделяются из каждой формы деятельности людей, да? Личные или геологические проблемы. Так вот, сам термин «состояние защищенности» — это термин бессмысленный, если немного смысленно. Он усиливает непредсказуемость и не решает многие практические проблемы. Говорит не о реальности, а о должностовании. Описывает те состояния, которые должны быть. Я это объясняю тем, что термин «безопасность» активно стали заниматься и закон возник. Тогда, когда в 90-е годы или в 92-е годы, когда, по сути дела, термин «безопасность» стало палеотивой понятия идеологии. В какой-то степени, в какой-то степени, может быть, не явным образом, сам термин «безопасность» как раз в таком состоянии абиссии, идеологическое. Я повторяю, я здесь не паралет, не паралет, не паралет, не паралет, я согласно своего заявленного выступления обозначил правду. Дальше. Качество нормативно-правовых документов по безопасности следует признать. Но, во-первых, они крайне преодолевчивы. Давайте рассмотрим статьи Конституции. Если рассмотреть статьи Конституции, в которых употребляется термин «безопасность», а в таких статьях 8, то из 8 самое важное определение. Например, в Конституции, в статье 13-56, используются такие понятия, как «безопасность государства», «государственная безопасность», статья 114, «просто безопасность» 71, С обосновлением вот этих статей можно дальше продолжать эти вещи, которые прямо относятся к безопасности, показывают, что неопределен объект, безопасность которого обеспечивается. Запомнить безопасность в каждом состоянии защищенности. Объект, безопасность которого обеспечивается, его неопределен. Предполагаемый объект разделен противоречиво, и такое определение на 15-5 не может служить основой для корректного права установления. Более того, мы много раз ставили этот вопрос, и когда последний раз готовили концепцию национальной безопасности и, кроме всего прочего, готовили правильный закон об совете безопасности, существует вне правого пола. Так что неверно, неправильно. А как известно, этот закон не винит, и, может быть, и не может. Именно потому, что сам термин «безопасность» неопределен. Состояние защищенности, некое психологическое состояние. Отсюда, между прочим, и трактовка безопасности скорее не как права безопасности, а по различным видам. Приняты некоторые законы, связанные с техногенной безопасностью, с экологической, с военной, если вы не говорите, военной доктрины. Но транспортная безопасность, закон принят. Кстати, о транспортной безопасности очень любопытно. Когда в 2011 году случился теракт Домодедову, а Домодедову это известно от частных, государство начало обвинять собственника и обвинять его на то, что там не обеспечена система защиты. Когда президент страны поставил вопрос о том, что надо обеспечивать систему защиты, вчера собственники сказали, а это не наша функция, не наша пророкатива. Потому что безопасность – это пророкатива государства. И мы столкнулись в первый раз с реальной юридической коррезией. И эти юридические коррезии, на самом деле, будут продолжаться. Если, повторяю, сам закон будет позволять в таком многозначном и несмысленном направлении. Оно безопасно воспринимается то в расширительном внимании, то в крайне услышанном плане. Это видно и по содержанию и выступлению, которые будут сегодня. И это нормально. Далка становится, нужно дискутировать, нужно эти вопросы обсуждать. Но это правда. Например, общественная безопасность и социальная безопасность. Сейчас, опять же, в Совете Федерации власть хочет, чтобы эксперты поработали над доктриной социальной безопасности. Ну правильно, хорошо, да. Но дело-то в том, что мы два года назад вместе с Министерством внутренних дел отдали министру доктрину общественную безопасность. Ну а что социальная безопасность и общественная безопасность – что это разные вещи? Или давайте их танковать узко, широко, или переводить слово социальное на русский язык. Вот это многозначе, оно дезориентирует научное сообщество и пока ситуация в другом области не такая. Поэтому, вот такая характеристика, я заканчиваю с первого буквы, и формируемая на его основе правовые режимы, такой в каком режиме национальной безопасности, он препятствует установлению ответственного субъекта за соблюдение и защиту такого права. И, соответственно, мешает обеспечению правового режима. Поэтому необходимым является принятие Федерального закона об обеспечении безопасности в Российской Федерации, и те, как вот эти выполномоченные субъекты были определены совершенно точно. Кстати сказать, вот тут речь шла о войне. Говорили о возможной третьей мировой войне, говорили, ну, о войне уже слово было. Кстати, война тоже у меня правовых рамок существует. Как-то не странно. Вот как война? Война переводится или определяется по известной формуле клаузовица как продолжение политики. Война – продолжение политики. Ну и что? Продолжение политики. И всё. Дальше. Применение вооружённой борьбы в рамках внутри страны привело к тому, что после первого чеченского конфликта было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор не закрыто о правах применения вооружённой силы внутри страны. То есть получается, что и сам термин «война» также как термин «безопасность». Они в этом плане однопорядок. Потому что, пожалуй, у других терминов здесь мы не можем никаких тоналов прийти. Они не правовывают путь. На самом деле для жизни, может быть, это не играет никакую роль. Но для понимания роли страны – это международная аренда, в рамках международной конфликции, с точки зрения международного права – это не исключение. У нас просто-напросто вот этими вещами никто не занимается. Это невкусно, это неприбыльно и так далее. Я говорю, этим надо заниматься для того, чтобы выстроить иерархию системы, стержек и ОСП. Второй блок проблем. Да, так вот, заканчивая с этим, безопасность и состояние защищенности. Но стали говорить о том, что безопасность – это устойчивое развитие, безопасность через развитие. Мы в концепции национальной безопасности ввели некие индикаторы, ниже или выше которых нельзя опускаться и не подниматься для того, чтобы обеспечивать уровень безопасности. Начали говорить о безопасности через индексы и показатели, через показатели индикаторов. Дальше, второй блок проблем – это организационные проблемы, которые связаны с вопросами обеспечения безопасности. Основной составляющей безопасности является способность государственной службы обеспечивать безопасность гражданам и субъектам предпринимательской деятельности, гражданского общества, общественного порядка в целом. Гоббс говорил, что безопасность народа – это занятие государства. И, собственно говоря, государство возникло для того, чтобы обеспечивать безопасность гражданам. Государство, которое эти слова забывает, оно не жизнеспособное. И государство, которое перекладывает вопросы безопасности на граждан – это недостойное государство, это неправильная политика. К сожалению, подобного рода неправильности у нас сплошь и гадом существует. Граждане, не ездите сегодня на Васильевском острове, потому что двоцовый мост закрыл. Это проблема государства или меня, как владельца автомобильных средств. На меня перекладывают проблемы, которые государство поставит. Я привел пример. Вот этот животребешущий. Можно приводить в массу других примеров. Поэтому, говоря об организационных проблемах, следует сказать о тех органах, которые обеспечивают безопасность государства. Это различного рода контрольные органы, надзирающие органы, органы внутренних дел, специальности органы. Мы считаем, что реалии сегодняшнего дня должны соответствовать изменяющиеся, постоянно соответствующие органы, в том числе и органы внутренних дел. И это несоответствие, оно всегда дистанционирует, всегда прием на уровень гражданского общества, всегда возникает подмена. И та, допустим, административная реформа, которая у нас уже 5-7 лет прошла, она и выставила соответствующую структуру, плохо обеспечивающую согласность, она не соответствует современному реальному. Вот Центр общественному мнению по последним результатам опросу граждан, 14% граждан оценивают деятельность правоохранительных органов как в полной мере эффективны. Каждый четвертый считает, что деятельность органов внутренних дел скорее неэффективна, чем эффективна. По данным вопросам, которые проводили стояно в фонде МД с рефлотом общественного мнения, по договорованному объему на коррупции на втором месте после медицины стоит МДД. Риск коррупции по сравнению с соответствующими годами по большинству сфер снижается, например, при обращении в милицию сейчас этот рост снизился с 40 до 26%. Но при этом общий объем взяток, который получен сотрудниками органов внутренних дел, в рост почти в 13 раз. До 13,5 миллионов рублей. Это исследование проводилось, и оно постоянно проводится в мере эконом-развития. Они не очень публикуются в открытом печати, но уровень коррупциональности крайне высокий. По нашим исследованиям основания консолидации российского общества, мы проводили их в 10-м, в 7-м году, в 11-м году, коэффициент доверия в милиции среди политических и общественных структур в процентных пунктах был на последнем месте. В чем дело? Речь идет о уровне обеспечения безопасности. Как известно, система решения принятия власти у нас на трех уровнях – федеральный, региональный и униципальный. Вопросы безопасности у нас решаются почему-то на федеральном уровне. Но дело в том, что решение вопросов на федеральный уровень приводит к тому, что региональный уровень, которым являются городы, Ленинград и другие города, они, по сути дела, финансируются через федеральный уровень. И вот эти общие стандарты не учитывают региональный уровень. Уровень должен быть однопорядковый. Одностандарт – региональный, федеральный, региональный и самое главное – муниципальный. Самое главное – муниципальный. Многие с значительной долей издевки говорят о том, что существует в Германии. Там люди друг на друга стучат. Если ты не припарковал машину, звонят в полицию и так далее. Слово порядок там какой-то ничежиткий сниз. Именно потому у нас этого нет, потому что на региональном уровне система обеспечивательной безопасности не работает. Или работает крайне недостаточно, или совсем недостаточно. Возрождение уровня народных дружин, участие в гражданском обществе – это были спологи в свое время, когда возрождали и создавали народные дружины. Но это не приводит к эффективному результату. Это связано, кроме всего прочего, с вопросами о так называемом полицейском праве, об истории полицейского права в России и так далее. Я не буду на этом останавливаться. Это очень интересно, кстати, вопрос. Возрождение обеспечения безопасности на региональном или муниципальном уровне. Отсюда можно обеспечивать контроль. Какой контроль должен быть за деятельностью Органа обеспечения безопасности? Он же не может быть только государственным, на уровне прокурора. Гражданское общество должно участвовать в контроле за эти нормами. И когда в 1991 году, когда в августе то, что произошло, подобные формы начали создаваться, на них существовали недолго, года два или три. Конечно, проблемами обеспечения безопасности должны заниматься специалистами. Недопустимо, что этими проблемами занимается директор. Но гражданское общество нужно находить форму, по которому оно участвует. Помните, когда начали происходить взрывы в 2000-х годах в Москве? Люди начали стихийно формировать дружины и так далее. Но что? Нужно доводить до края, до состояния общества, чтобы люди сами начали думать о своем безопасности. Да и вообще должны ли люди думать об этом, если... Помню слова Фокуса о том, что безопасность людей зато в государстве. Так, дальше я уже заканчиваю. Я, наверное, пожалуй, на этом закончу, потому что я соединял организационные и третий блок проблем. Но данные социологических опросов, которые говорят о растущем недоверии граждан, по-моему, государственной власти. Вообще у нас возникает проблема, и это тоже я так человек не знаю, возникает проблема не столько безопасности, сколько угроз безопасности. Вот неявным образом, говоря о безопасности, мы имеем в виду увеличение угроз безопасности. Вот одна из угроз подобных, некачественное государственное... принятие некачественных государственных решений и так далее. Вот о чем нужно думать, и вот к чему нужно призывать, вот к чему... Как нужно нацеливать гражданское общество и решение этих проблем. Я уж не говорю о том, что стереотип поведения сотрудников, органов внутренних дел, подготовка специалистов в этих учебных соединениях, оно нуждается в радикальном изменении, потому что вопиющее несоответствие между тем, что есть в обществе, и тем, как тротуар это соединение, оно реально. Я помню, я еще был студентом, и на Стрелке Васильевского острова рядом с зоологическим музеем был Сувидин Каларев. И там я подрабатывал в белой ночи, но спать ходил в зоологический музей. Естественно, не будешь стоять всю ночь там. А бригадир меня все время подвалил. Один раз я всю ночь простоял, там был милиционер, сержант. Я с ним разговаривался, а это было в 60-е годы. Я ему говорю, ну-ка ты... Стали говорить, куда ты ходишь? В театр, в музей? Нет, говорит, я никуда не хожу. А куда ты приехал? Ну, сказалось, какой-то берег. А зачем мне это ходить? А потом я узнал уже на кругу профессионального уровня. У нас в Питере сначала кадровые ленинградцы ушли из органов внутренних дел, это младший начальствующий состав, а потом и офицеры ушли. Появились, вот, пугушки не даст соврать, появились люди, которые приехали, которые не знали мультаритета. А это же большая проблема, согласитесь. Все, я закончил. Спасибо за внимание. Спасибо.